Сегодня в районе 9 утра было эвакуировано здание правительства республики Бурятия. Спустя пару минут на место происшествия прибыли экипажи пожарных, спасателей МЧС и представители разных ведомств, в том числе силовых. Это полиция и ГИБДД оцепило проезды по периметру. Следом свои рабочие места покинули и сотрудники администрации Улан-Удэ. Все автомобили отогнали на безопасное расстояние. Дело в том, что по предварительной информации на электронную почту правительства поступило сообщение о минировании здания. Кинологи и саперы отправились на поиски взрывчатки и спасатели подготовились к тушению. Полиция не пускает ни транспорт, ни гражданских за пределы оцепления. Однако и это еще не все. Вслед за сообщением о минировании здания правительства поступило еще одно аналогичное. Только сейчас речь идет о школе номер 9, что находится на батарейке. Однако школьников внутри нет, потому как все учебные заведения закрыты на карантин из-за гриппа. Если бы школы не закрыли на карантин, то со стороны служб потребовалось бы больше людей и техники. А так хватило нескольких автомобилей ГАИ, чтобы оцепить периметр школы. Кроме них, к зданию были направлены кинологи, саперы и спасатели. Учителя также были эвакуированы. К нам поступило сообщение о том, что необходимо провести эвакуационные мероприятия. И здание расположено на линии на 54 сотрудников администрации города и людей, которые находились у нас в здании. Эвакуационные мероприятия были проведены в полном объеме. Произведено полностью, значит, отработали все сотрудники охранительных органов. О том, что фактов подтверждения нахождения объектов взрывчатых, как это вещественно, не обнаружено. На данное время все объекты у нас и жизнеобеспечения на территории города работают в штатном режиме. В 11.00 стало известно о эвакуации в Кабанской районной больнице. Сообщение о взрывном устройстве было получено по электронной почте. Напомню, в конце 2017-го в Бурятии подобная ситуация уже случалась. Тогда поступило более 60 анонимных сообщений о минировании зданий. БРЦ Дыбов, Бато Гармын и Андрей Дармаев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok